Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. В отношениях стою чуть больше голя. С парнем живём с июня 21-го вместе. Мы с ним очень сильно поругались, не общались на неделю. В том, что поругались, была моя вина тоже, не исключая. Но чтобы помириться, я ему написала первая, так как люблю. На тот момент была в другом городе. Приехала к нему, он признался, что за этот период меня изменил. Сказала, что если я смогу его простить, мы пойдём дальше. Я это предчувствовал, но не хотела верить. Потом всё же услышала от него, что это была администрация по пьяниству. Совершила ошибку, признаёт. Приняла решение, что прощал. Прощал. Недавно, я сама не понимаю того, залезла к нему в телефон и узнала, что оказывается, что соприделал каждый день к нему. Они спали на нашем общинственном диване, на постельном и тогда. Я пытаюсь успокоиться, но когда начинают воспоминания всплывать, что она спала на моём диване. Ходила, по-моему, полукупалась на моём ванне. Становится не по себе. Как с этим бороться, чтобы всё это забыть и отпустить? Ну, здесь что-то следующее. Первое. Я бы хотел, конечно, прояснить, что значит на моём. Это ваша квартира. Парень живёт в вашей квартире. Пусть это так или как. Просто откуда берётся моё. Если парень живёт в вашей квартире, это одно. Если это не ваша квартира, не ваша, условно говоря, жилплощадь. Но вы на это вот так реагируете, то это немножко другое. Поэтому давайте для начала определимся с этим. Пожалуй. Это первое. Второе. 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 Вы говорите, что вы сильно поругались и что вина была ваша. Я бы сказал здесь, что на мой взгляд, на мой взгляд, у вас, в принципе, есть, скажем так, кризис определённого рода в отношениях. И на мой взгляд, работать нужно в первую очередь с ним, с этим кризисом. Вот. Потому что, ну, извините, но... Ругаться, вот... Ну, просто так, вряд ли, вряд ли люди будут. Вот. Поэтому тут, на мой взгляд, дело не в том, не столько в том, что человек вам изменил, а только в том дело, что у вас, вот, изначально, кризис в отношениях. Ну, вот. Потому что, ну, знаете как? Ссоры, да, на ровном, ну, на ровном месте не возникают. Вот. Поэтому, очень важно, чтобы вы это учитывали. Именно это учитывали, что, вот, как раз, у ссор есть свои причины. И если мы говорим, например, о конфликте между людьми, то, как правило, это такая достаточно, получается, системная проблема. Вот. Которую нужно решать. Это именно системная проблема, у которой есть свои основания, ну, у которой есть свои причины. Вот. То есть, от такого, что ссора случайно, да, особенно, если вот вы, ну, как вы говорите, прямо сильно поругались, да, когда, как вы говорите, прямо вот сильно вы поссорились, вот, на мой взгляд, у такого рода моментов всегда, всегда есть основания. И, чтобы вам в этом разобраться, я бы рекомендовал для начала, ну, изучить, например, психологическую игру «Скандал». то есть, вы могли бы вот, ну, поисследовать ее сначала, чтобы лучше понимать, что происходит между вами и молодым человеком, например, вот, чтобы лучше отдавать себя отчет в этом. И дальше, дальше уже смотреть, как вы, ну, можете в этой ситуации действовать. Следующий момент, это момент того, что вы себе не доверяете. То есть, недоверие молодому человеку, то, что вы залезли к нему в телефон, это недоверие. Недоверие, в первую очередь, себе. Вот. Ну, как бы вам, получается, в этом смысле сложно опираться на себя, сложно доверять себе. И вот вы, не доверяя себе, не доверяя своим, ну, своим собственным чувствам, да, своим собственным эмоциям, вы, значит, ищете какое-то подтверждение извне. Вот. То есть, вы говорите, что я предвидел, что он вам, ну, что он вам изменит. Ну, вот, если вы это предвидели, то, вероятно, ну, какие-то основания, опять же, для этого были. То есть, это вопрос. Больше про то, как мне кажется, каковы, в принципе, ваши отношения, да, насколько ваши отношения, вот, ну, в принципе, допустим, вас устраивают, да, то есть, ну, те ли это отношения, которые вот вам нужны. Потому что есть, опять же, основания для того, чтобы в этом сомневаться. Далее. Что касается ситуации с прощением. Что касается ситуации с прощением. То прощение не приходит по, ну, по желанию. Да. То есть, прощение не, ну, не возникает тогда, когда хочет, чтобы оно возникло. Но прощение появляется тогда, когда человек к этому, грубо говоря, готов. Когда человек чувствует в себе силы, возможности простить. вот. И если вы вот в себе этого не чувствуете, ну, по ряду причин, да, неважно, неважно сейчас, что это за причины, там, и так далее. Вот. Если вы не чувствуете, что можете человека простить, если вы не чувствуете, что у вас это прощение есть, потому что, опять же, мне, например, больше показалось, что вы, ну, прощаете здесь, скорее, неким таким интеллектом больше прощаете, нежели чем, ну, нежели чем сердцем. Вот. Потому что для того, чтобы простить это сердцем, нужно это прожить. Вы это не проживали. Вот. Ну, и в этом смысле вы действовали обходным путем, то есть в обход непосредственного столкновения, да, можно сказать, с тем, что вас волнует и без... ну, и без... беспокоит. Вот. И отсюда, конечно, тоже возникают, тоже возникают, ну, трудности определенного рода. На мой взгляд, повторюсь, на мой взгляд. Это все исключительно, на мой взгляд. Вот. Забывать, опять же, на мой взгляд, ничего не нужно. Ну, то есть не нужно стараться и пытаться что-то забыть. Вот. на мой взгляд, необходимо кратко идти навстречу вот этим переживаниям вашим, вашим, ну, эмоциям, чувствам. Вот. Не убегать, грубо говоря, от боли. Сейчас, по моим ощущениям, то, что вы делаете, как раз-таки выглядит, как бегство. То есть, на мой взгляд, сейчас то, что вы делаете, выглядит, как то, что вы пытаетесь сбежать от боли. И, естественно, ничего хорошего из этого не получится и, ну, получиться не может, в принципе, потому что это избегание переживаний определенных. Вот. Поэтому, 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 у вас травма, связанная с изменой. Чувствуете нормальное, чувствуете естественное, чувствуете абсолютно, что называется, имеете правое место быть. Другой вопрос, как вы с ними обращаетесь? На мой взгляд, вы с ними обращаетесь, мягко говоря, не очень хорошо. Вот это нужно корректировать, чтобы вы обращались, ну, со своими чувствами лучше. Вот. Сейчас вы обращаетесь с ними из ряда вон плохо. Бог. У вас есть трудности с самооценкой и, как мне кажется, уверенность в себе? Это связано с тем, что у вас происходило в вашем личном опыте. Вот. Это было до встречи с молодым человеком. Это не связано напрямую с ним, но определяет то, как вы выстраиваете с ним отношения. Определяет то, как вы с ним, ну, взаимодействуете, скажем так. К сожалению. Определяет. И это необходимо корректировать тоже. Вот. Далее, раз уж вы знаете о том, что молодой человек вас обманывал, то, ну, наверное, имеет смысл сказать ему об этом. Вот. И заодно посмотрите, как вообще я к молодому человеку своему отношусь. То есть, что я вообще к нему чувствую. Вот. Как, 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 как я его воспринимаю, вижу и так далее. Потому что, опять же, есть, есть подозрения, это, и, ну, ну, образно говоря, да, не только, не только, не только, не только, не только мое есть подозрение, что у вас в этом могут быть, эм, ну, некоторые проблемы. Эм, не, в этом, либо, либо с этим. То есть, как конкретно вы относитесь к этому молодому человеку? Вот вы говорите, что мы поссорились, да, вы говорите, что, ну, что у нас вот проблемы возникли, вот, и так далее. Но при этом вы сами ему написали, ну, написали. Вот. То есть это вот тоже такой момент, я бы сказал, серьезный. серьезный достаточно. То есть вы себя вините, да, но вот аспект здесь такой, что как бы вы ни делали это из, ну, из чувства страха, например. То есть как бы вы ни делали это, именно вот из страха, допустим, молодого человека потерять, к примеру. Вот. Если это так, если страх у вас на самом деле присутствует, то работать, конечно, нужно с ним в первую очередь. Вот. Потому что это, это вам будет в любом случае мешать. Вам это будет в любом случае мешать, вам это будет в любом случае мешать двигаться. Ну, к тому, что вы хотите, вам это будет мешать в отношениях и так далее. Вот. Вот какой-то такой ответ. В целом я надеюсь, что вам понятно суть проблемы. В целом я надеюсь, что вам понятно то, что я пытаюсь на вас донести сейчас. Я надеюсь, что вам это было интересно и полезно. Вот. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу, позволит вам двигаться дальше. Но я желаю вам всего самого доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова